всем привет вы на канале chaplin коллектор и сегодня у нас будет немножко праздничный выпуск праздник заключается в том что компания de agostini привезла коллекцию которую раньше в россии не было она продавалась в других странах например в италии упаковка ее выглядит таким вот образом не называется эта коллекция princess and pets то есть принцессы и их питомцы но данные принцессы насколько я поняла никакого отношения к диснеевским не имеют это принцессы именно из мира магиков я знаю что выходила еще одна коллекция с принцессами которые по моему шла у нас но достаточно давно около пяти лет назад у меня нет тех принцесс но они мне кажется немножко и попроще а вот эти очень красивые во первых это блестящая коллекция о чем гласит надпись супер глиттер конечно же логотип производителя de agostini серия называется magic и princess and pets и с обратной стороны мы можем увидеть во первых принцесс которых здесь попадаются их 12 штук а во вторых посмотреть год выпуска этой коллекции она 2018 года но в россии напоминаю она еще ни разу не продавалась снизу также можно разглядеть и остальных принцесс конечно же есть сплюшка так давайте покажу вам вот здесь вот она находится сплюшка и что касается информации где купить эти пакетики они будут эксклюзивно продаваться в магазине магнит то есть на тех стендах где в магните обычно продается печатная продукция и также продукция de agostini в палатках печать и в других магазинах типа ашана и так далее эти фигурки продаваться не будут но можно их будет также встретить на некоторых marketplace ах но в основном ищите их магазине магнит сегодня мы откроем достаточно много пакетиков около 20 но это все в надежде чтобы собрать полную коллекцию потому что она мне очень понравилась принципе некоторые из этих фигурок я думаю что достаточно легко будет прощупать если вы хотите найти конкретную либо над сеть конкретно например сплюшка самая большая явно но мы сегодня будем открывать совершенно в рандомном порядке будем полностью подчиняться эффекту сюрприза давайте откроем первый пакетик здесь насечка находится достаточно высоко так что я думаю что вкладыш мы не порвем давайте попробуем да смотрите как хорошо открывается лучше чем какие-либо другие маджики которых я открывала так и нам попалось ой достаем нам попалась apple и астрам несмотря на то что данная коллекция не сделана специально для россии все равно здесь есть надпись на русском то есть имя как на английском так и на русском и также слова манджики но сам пакетик не русифицированы нам попалась apple и astra astra это имя ее питомца немножко она напоминает бель и с обратной стороны смотрите какая красивая картинка я так понимаю что это все принцессы которые находятся в этой коллекции и самыми объемными и выделяющимися конечно является сплюшка у нее бобер также вот это вот девочка похожая на аврору с енотиком и девочка в оранжевом платье который мне очень напоминает тыковку у нее волчонок а вот это вот с лисичкой чем-то напоминает эльзу разворачиваем вкладыш и здесь мы увидим сейчас всех принцесс крупно-крупно ухты какой огромный вкладыш точнее какой огромный арт смотрите какая красавица apple немножко напоминает имя принцессы из ever after high от мотел но там это была белоснежка здесь у нас есть куча куча надписи в том числе и на русском принцессы apple и astra дружелюбный совенок как я и сказала да это совенок вечерами принцесс apple выходит на балкон и ждет своего совенка astra а вот и она astra садится на любимое серебряное блюдце сверкающие в лунном свете принцесса обожает ее за то что она очень дружелюбная и как сама apple компанийская а еще она такая мягкая шар мягких перьев из которого выглядывает пара круглых золотистых глаз в общем такое вот описание но и с обратной стороны нарисованы все принцессы написано что коллекция называется супер глиттер ну точнее не называется как бы ее супер функции является и также подписаны имена всех принцесс вот эту тыковку зовут алиса эти мне вот эта принцесса больше всех нравится потому что она немножко мне кажется даже хайлэнская фигуры как обычно 12 супер редких здесь нет то есть все они с одинаковыми способностями цвет они не меняют темноте не светится просто блестящие ну и супер редкой соответственно тоже нет как я сказала давайте смотреть на саму фигурку посмотрим какого они качества и как они выглядят насколько они супер блестящие достаем так здесь у нас ничего кроме самой фигурки нет и выглядит она таким образом у нее все платье покрыто блестками ну по крайней мере юбка точно с обратной стороны да только юбка покрыта блестками она сделана мне кажется практически но наверное плотная плотная резина но согнуть тут ничего нельзя личико выглядит таким вот образом на нем есть несколько блесток которые упали с юбки но ничего страшного их можно легко смахнуть совенок очень хорошо детализирован мне кажется он очень симпатичный также у нее диадема на коричневых волосах хорошо прокрашенная золотая с зелеными камушками изумруда наверное ну и в общем вот такая вот девчонка у нее также есть накидочка она кстати такая приятная на ощупь но смысле она матовая но скользкая краска такая и снизу она не полая и стоять будет отлично даже без подставочки вот так вот это будет выглядеть на полочке и кстати чем-то они мне напоминают самую первую коллекцию с принцессами диснея из киндер сюрприза потому что у них платье точно также снизу запаяна в общем первая девочка у нас есть давайте искать остальных откроем следующий пакетик надеюсь повторов нам попадется сегодня не очень много ну и давайте открывать так этот пакетик чуть больше порвался и так нам попалась новая принцесса я уже вижу достается и это принцесса тоже немножко напоминает эльзу потому что у нее в голубое платье с блестками напоминает лед и также у нее белые волосы зовут ее лилии а питомца это мишка зовут хайзел такая вот красивая короне тут у нас точно такой же арт она находится кстати рядом с моей любимой тыковкой и вот видите тут целых три таких ледяных принцессы получается потому что софия похоже на эльзу виолетта и лилии но у них у всех разные питомцы лилии и хайзел на большом арте выглядит вот так вот очень милая картинка прям можно вырезать и куда-нибудь вклеить скетчбук принцесса лилии и хайзел приятный медвежонок принцесса лилии хороша в пене она знает много песен все они очень веселый и приятный медвежонок хайзел всегда рядом с подругой она кладет свою маленькую голову на плечо лилии с упоением слушает ее пение голос подруги приятно успокаивает а еще хайзел нравится когда ее обнимают кладет и держит на руках такая тоже милота закрываем и достаем нашу ледяную принцессу вау классно смотрите какой у нее длинный подол платья очень здорово смотрится такой вот треугольник немножко на шляпу волшебник похож и немножко тут есть брак небольшой то есть видите немножко краска содрано надо будет подкрасить ну и давайте посмотрим на ее личико она очень симпатичная цвет глаз у них отличается у одной голубой или зеленый или бирюзовый а у 2 карие глазки и цвет питомцев также разные то есть несмотря на то что они оба коричневые совенок как бы светленький а мишка темненький в отличие от предыдущей принцессы у нее платье полностью покрыто блестками как накидка так и юбка ну верх мы не видим и мишка конечно очень трогательный у него даже прокрашена пигментация на мордочке закрыты глазки и прокрашен язычок то есть к детализации у этих фигурок меня вообще нет никаких претензий они шикарные смотрите какая классная у нее корона с тремя рубинами сделано из серебра или из белого золота но и выглядит она прям как настоящая принцесса мне эта фигурка наверное больше нравится чем предыдущая но немножко есть брак но возможно нам попадется повторка и мы тогда проверим надеюсь брака там не будет 3 пакетик и давайте посмотрим что у нас а будет здесь главное не порвать вкладыш и по моему нам попалась первая повторка да это наша первая принцесса она собственно такая же красивая но доставать мы не будем и приступим сразу к следующему пакетику поводок прям хорошо открылся практически по краю даже немножко не прорезалась запайка и на попалась новая принцесса зелененькая ее зовут джинджер напишите в комментариях на кого она больше всех похожа джинджер и джой она в зеленом платье и джой это ежик какая прелесть давайте разворачивать таким образом выглядит ее арт с двумя косичками и у нее такие темно-русые волосы зовут их принцесса джинджер и джой ласковый ежик хорошую погоду принцесса джинджер выходит в сад полный тюльпана в поисках ежика джой как же джой счастлива а это девочка что к ней пришли мигом забирается на ладонь принцессы заботись чтобы случайно не уколоть ее и грызет яблочко которым ее угостили а затем довольная перекусом она трется своей мордочкой а пальцы принцессы для джинджер это щекотка слаще самого сладкого поцелуя опять милота мне всегда было интересно почему в мультиках и в сказках ежики едят грибы и яблоки хотя в жизни это совершенно не так напишите свои предположения ну а мы пока будем разглядывать принцессу слушайте по моему она шикарна и каждая принцесса в этой коллекции мне нравится все больше и больше вот такая вот девочка очень красивая снизу она правда без блесток но зато все платье полностью покрыта блестками но не все платье тут разрез он не покрыт блестками то есть внутренняя часть я так понимаю плаща или платье или что это пальто наверное а вот само платье которое находится под пальто как раз таки блестками и не покрыта но я думаю что это не важно тут и так блесток достаточно давайте посмотрим на ежика у него к сожалению они даже носик у него покрашен смотрите как хорошо очень хорошенький ежик вот опять не к чему придраться звездочки на ободке ободочек шикарные фигурки шикарная коллекция мне кажется это одна из лучших коллекций magic of которую я открывала но наверное не считая снежных друзей те мне тоже очень понравились а вот из девчонок это самая детализированная следующий пакетик надеюсь здесь опять попадется нам новая принцесса так это уже четвертый пакетик и третья принцесса была да у нас по моему опять повторка да это вот такая вот эльза но на этот раз без брака у нее все хорошо детализация при этом ничуть не хуже так что я довольна этой повторке и теперь я заменю свою фигурку здорово давайте открывать следующую найдем новую принцессу следующий пакетик и здесь так новое здорово и это такая вот темнокожая девочка чем-то напоминает то ли мулан то ли жасмин наверное на жасмин больше похоже ее зовут эмбер и ее олененка зовут джейд олененок мне кажется поинтереснее чем предыдущие питомцы потому что он большой разворачиваем вкладыш полюбуемся на большой арт эмбер очень красивая но и конечно же прочитаем при нее принцесса эмбер и джейд великодушный олененок дни напролет принцесса эмбер проводится своим олененком джейд почему-то у них имена никогда не склоняются джейд рада знакомить принцессу да еще они все девочки чудесами парка вокруг замка ручеек дивно сверкает на солнце полянка на вершине холма полная цветов тысячи разных оттенков и для эмбер это бесценные подарки каждый день у джейд поистине большое сердце такая вот информация нам выдана была ну и давайте смотреть на эмбер почему-то мне и джейд хочется назвать достаем фигурку и ух ты какая она темная на вкладыше она не такая загорелая как в жизни и волосы у нее прям черные черные если мы посмотрим на вклады что здесь она такая немножко посветлее но это наверное за счет румянца а здесь румянца ей не нарисовали поэтому она прям такая шоколадка шоколадка олененок у нее большой прям как у энчанти молс киндер сюрпризе сделан тоже хорошо тут что-то прилипло но уже вот отклеила все нормально платье у нее блестящие синяя на этот раз это платье а вот это вот желтая вставка она уже без блесток также у нее прокрашен зеленый поясок снизу она запаяна а вот олененок стоит на ножках ручки и голова шеи у нее мне кажется сделаны из отдельного цвета резины наверное да и волосы прям черные черные заплетены вот такой вот интересной резинкой но и на голове конечно же есть украшение с зеленым камушком я думаю что это какое-то золотое украшение все предыдущие девчонки у нас светлокожие давайте сравним их по цвету личика вот так вот но мне кажется все равно здорово смотрится и смотрите как ярко у нее выглядят губы и также зубки там прокрашены а у олененка очень хорошая детализация и прокраска грудка ушки личико очень симпатичная и даже пятнышки на спинке так вот они выглядят шикарная девочка прям отличная коллекция надеюсь мы и сегодня соберем уже четыре фигурки еще две и будет половина давайте откроем еще один худенький пакетик и потом я наверное поищу пухленькие потому что мне очень хочется найти девчонок в пышных юбках и с плюшком и так это повторка да и это еще одна принцесса с мишкой давайте возьмем вот этот вот пакетик мне кажется здесь должно быть что-то побольше ну хотя олененок тоже не маленький давайте проверять и о по-моему новая да это девочка с лисичкой ее зовут виолетта и лисичку зовут скарлетт она тоже немножко напоминает эльзу полюбуемся на красивый арт она в шубке тоже зимняя и очень милая лисичка принцесса виолетта и скарлетт шикарная лиса ночью принцесса виолетта выходит в парк замка в прекрасном платье с блестками полюбоваться звезды рядом с ней лиса скарлетт со своим шикарным хвостом который выглядит еще красивее и ярче в лунном свете они обе смотрят на небо и мечтают как здорово было покататься на комете и полетать по небу блестя как звезда очень странное слово блестя ну в общем вот такие вот блестящие девчонки и их питомцы пошли посмотрим на лисичку достаем кстати лисичка у нас нарисована на арте и вот это вот девочка которая у нас самая часто она тоже нарисована на пакетике привет новая фигурка ты по-моему тоже шикарная и она в шубке но почему-то они называют это платьем я бы назвала это какой-то шубкой но возможно это какое-то зимнее платье она покрыта блестками есть отторочки меха хорошо прокрашены ручки несмотря на то что они сделаны из единой детали и симпатичная лисичка у нее прокрашен хвостик ушки грудка нарисованы глазки и носик у нее есть диадема голубая с синими камнями и с обратной стороны тоже все очень хорошо прокрашена и обратите внимание что за пайка снизу сделано прям очень соответственно ее платье то есть отторочка меха идет по кругу а это как бы уже само платье но правда сама платье вроде бы как должно быть голубым а здесь она фиолетовым но возможно там подкладка голубая ладно речек у этой принцессы также хорошо прорисована и глаза у нее наверное карие такие светло-бежевые получается она рыженькая и с короткими волосиками пятая фигурка в коллекцию осталось еще одну дойти до половины ну и давайте вот эту откроем здесь явно должно быть что-то новое либо девочка в плоском платье либо с плюшка давайте откроем и у нас когда будет половина коллекции достаем о да ладно и сразу же попадается фигурка которую я больше всего хотел сначала была лисичка потом волчонок зовут ее алиса а волчонка зовут фиби но это девочка естественно потому что я так понимаю что с мальчиками эти принцессы не дружит и посмотрим на ее арт по мне она очень осенние похоже на тыковку хотя конечно одежда у нее зимние на самом деле но вот веночек очень осенний зовут ее принцесса алиса прям как дочку мою и фиби игривый волчонок когда наступает осень принцесса алиса предпочитает остаться дома со своим волчонком фиби даже если на улице дождь им тепло и хорошо на мягком ковре за чашкой чая с печеньем алиса плетет венки для себя и своей подруги для фиби наверное потому что здесь в этой серии не написано кто с кем дружит обычно в маджиках написано какая принцесса или какая русалочка там кто с кем дружит здесь у нас они дружат только со своими питомцами собирая их из красных ягод и дубовых листьев фиби очень гордиться своим венком давайте смотреть на них достаем оранжевую красавицу и она меня ни капельки не разочаровала смотрите какая она классная и и прям можно ставить на хэллоуинскую полочку венок у нее тоже прокрашен причем здесь он больше похож не на осенние листья а на оранжевые цветочки с красной серединкой черные волосы у нее блестящее оранжевое платье и фиолетовая накидка с оторочкой меха снизу она выглядит следующим образом но тут есть немножко подтеки клея но поскольку это низ тут вообще не важно это можно все тут замазать глиттером и вообще будет не видно ничего волчонок тоже очень симпатичны смотрите как хорошо детализирован кисточка ушки мордочка глазки бровки носик так что это наверное будет моей любимицей но в принципе мне все фигурки очень нравятся и это шестая фигурка то есть мы собрали с вами половину коллекции я нашла еще один объемный пакетик и либо здесь будет повторка либо с плюшка либо еще одна принцесса в широком платье давайте проверять и нет это повторка или нет это не повторка это еще одна принцесса в широком платье здорово она с енотиком зовут ее роза и енотика зовут тревор очень тоже симпатичная напоминает немножко аврору потому что платье розовое достаем точнее разворачиваем так вот выглядит причем такое ощущение что они все нет это весенняя принцесса как будто бы некоторые зимние вот это вот весенние возможно они как-то распределены немножко по временам года принцесса роза и тревор трудолюбивый енот принцесса роза неразлучно со своим другом енотом тревором вместе они ухаживают за садом где тревор выкорчевывают сорняки сажает луковицы поливает цветы просто идеальный садовник в конце дня друзья отдыхают лежа на траве и лакомиться клубникой и голубикой которую сами посадили и вырастили вкусное вознаграждение за работу давайте смотреть предлагаю посмотреть на нее сидя таким вот образом она расположилась на полу и гладит своего енотика который очень тоже красивый грудка глазки носик у принцессы зеленые глаза точно так же как и у предыдущей но немножко личики у них отличаются конечно же прически тоже разные это принцесса у нас была в зимнем наряде а это в весеннем и смотрите какая у нее сложная прическа очень красиво сделана немножко она напоминает цветочек если та была похожа на тыковку это похоже на цветочек снизу запаяны лапки у енотика даже прокрашены несмотря на то что их практически не видно но они хорошо детализированы и также полосочки на хвостике классная девочка давайте двоих посадим так вот красотки же правда ну и поставим их ко всем остальным принцессам у нас их теперь 7 штук но наши поиски еще на этом не заканчиваются нам надо найти 12 еще один пухленький пакетик мне как-то их интереснее всего открывать но здесь наверно точно уже будет сплюшка достаем нет это повторка с волчонком повторка тыковки вскроем теперь вот такой пакетик тоже пухленький но не огромный и здесь у нас новая девочка ура нам попалась тиара и джаспер она тоже зелененькая но в этот раз она не в шубе не в зимнем платье а в летней одежде мне кажется это прям летняя принцесса она зайчиком вот так вот симпатично они выглядят тут даже на вкладыши прорисованы блестки напоминает она немножко принцессу тяну принцесса тиара и джаспер ловкий кролик принцесса тиара живет в замке посреди восхитительных изумрудно-зеленых лугов где ее друг кролик джаспер любит прыгать и играть в прятки он настолько крошечный легко исчезает даже в траве которая лишь слегка выше него но долго джаспер прятаться не может стоит принцессе достать из корзины свежую морковку и он уже тут как тут пойдем на него посмотрим достаем красавицу нашу еще одну очень уж яркое у нее платье напоминает свежую травку зелененькую зубок у нее нет также у нее с диадема с изумрудами золотая и маленький кролик который сидит у нее на ручке очень тоже красиво прокрашенные детализированы с обратной стороны выглядит платье и следующим образом снизу вот так вот и блестящие у нее только юбка потому что воланы на платье и лиф у нее как бы без блесток ручки ну в общем тоже очень классная девочка с косичкой и давайте сравним ее с другой зеленой принцессой цвет платье у нее тоже отличается но кстати и та и другая с косичками правда одна с двумя другая с одной и обе держат своего питомца на ладошке и глаза у них тоже разные в одной серенькие у другой голубые еще один пакетик кто нас ждет здесь так и по моему да это повторка это принцесса с ёжиком еще один пухлый пакетик надеюсь здесь будет плюшка или опять повторку потому что потому что по моему там плоское платье да это повторка девочка с енотиком осталось мне кажется совсем немного пакетиков и проверим кто здесь хоть бы новая хоть бы новая да по-моему новая попалась до новая девочка это 3 эльза как можно ее назвать софия и ее питомец грейс это черепашка здорово очень необычный питомец для зимней принцессы я бы не удивилась если бы черепашка была у принцессы в салатовом платье мне кажется она и больше подошла но могла бы сливаться по цвету она видите с русыми волосами с косой и прям вылитая эльза принцесса софия игры с преданная черепашка на рассвете принцесса софии идет к озеру перед замком с черепашкой грейс на руках она присаживается на берег и наблюдает как солнечные лучи блестят на поверхности воды и панцирь грейс тоже сверкает отражает цвета утренней зари кажется у софии есть частичка неба прямо рядом с ее сердцем и вместе они наслаждаются солнцем и своей крепкой дружбой здорово достаем принцессу папа и у этой фигурки мне кажется немножко не ровно пропечатан ротик давайте посмотрим видите он немножко в сторону съехал но будем считать что она просто не очень ровно накрасила губы но в остальном фигурка очень классная у нее кстати тоже длинное платье подол которого волочится по полу наверное это даже не платье а накидка и у нее корона единственная принцесса с классической короны из всех тех что нам попалась она никак не прокрашена но на ней есть разные узорчики очень красиво коса у нее золотая и в руках у нее сидит черепашка которая тоже очень классная у нее черные глазки и коричневый панцирь таким образом она выглядит держит ее в ручках не глазки у нее серый давайте поставим всех трех ледяных принцесс рядышком и сравним три самые наиболее схожие девчонки но вот эти вот две вообще похоже это конечно немножко выделяется и больше она похожа на какую-то царицу русскую а вот эти вот прям две эльзы напишите в комментариях как вы думаете возможно это она которая подстриглась и пришла к эльзе в гости я все проверила и у меня осталось пять пакетиков а фигурок нам осталось найти три так что у нас в принципе есть шансы собрать сегодня коллекцию если мы найдем сейчас плюшку потому что она точно должна быть объемной надеюсь это не еще одна повторка тыковки или нет это еще одна повторка тыковки и вторая по частости фигурка вон она прячется с волком здесь у нас тоже по моему повторка но это девочка с енотика ну и три пакетика они вроде бы все худенький хотя один по моему тоже немножко толстый ну давайте не будем гадать а откроем хоть бы новая хоть бы новая хоть бы новая нет это не новая это лили нам попалась еще два пакетика ну и хочется чтобы попалась хотя бы еще одна новенькая нет еще одна девочка с черепашкой но надеюсь уже с ровным макияжем да у этой девочки ротик сделан немножко ровнее чем у первой которая нам попалась вот видите у этой макияж немножко съехал но это не сильно портит фигурку но немножко обидно в остальном они одинаковые но и самый последний пакете кто нам попадется здесь и это еще одна девочка с медведем самая частая на сегодня и к сожалению коллекцию мы с вами сегодня не закрыли я была уверена что у меня будет целый мешок с плюшек в итоге она мне так и не попалась мой сегодняшний улов выглядит следующим образом по моему очень замечательная коллекция мне попалась целых девять принцесс из 12 то есть я не нашла всего троих и это принцесса кристалл в розовом платье который похоже на аврору также вот такая вот в золотом немножко мериду напоминает может быть кого-то еще голди ее зовут ну и конечно же с плюшка эшлинг тоже похоже на аврору наверное с бобром которая мне очень понравилась эта коллекция так что советую всем собирать и кстати вот сейчас я смотрю и больше всего и наверное интереснее всего смотрится темнокожая принцесса потому что она выделяется напоминаю что данных принцесс можно найти в магазинах магнит возможно на каких-то marketplace так что ищите я считаю что эта коллекция очень достойная и всем любителям маджиков советую ее собрать но не только любителям маджиков любителям принцесс тоже если вам понравился этот обзор кто конечно же поддерживайте меня лайками подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропускать все ссылки на мои социальные сети как обычно в описании и до новых встреч всем пока